В маршрутах у нас тоже огромное количество, поэтому я еще решил судить тему и остановиться только на тех маршрутах, которые были открыты первым. Поэтому такое вот название, по честному троллейбусу про снасмевление. Конечно, мы будем говорить в основном про 1930-е годы. Ну и начнем, конечно, с первых маршрутов. Первых дней нашел троллейбуса. Вот троллейбус под номером 2, второй, это ЛК. Это первая машина, которая открыла движение по Москве. ЛК, это, естественно, Лазарь Туганович. В честь одного из поддержных лидеров Советского государства. Хотя, собственно говоря, Туганович, он троллейбусу может быть не настолько приложил руку, сколько летит Сергеевич Крущев. Но Крущев тоже хотел себе что-то вот такое, вот этот переход. И, соответственно, он дает тему троллейбуса. Ну, а чтобы сверху до ночи не очень прилетало, существует такая версия. Вот он решил ему сделать такой подарок, называть первый троллейбус в честь, собственно, Боря Лазарь Несеевича. Но этот троллейбус был не первым в Советском Союзе, а первым была вот такая вот совершенно замечательная машина. Это Ростов-на-Дональд. Это инженер-проводщик Соболев. Сделал вот такой вот экспериментальный троллейбус. В основе его автобус Яростовский Я-6. Вот не очень видно за барабанами, но вот его маленькая такая картинка с парабаной деревьев. Он взял пузык этого самого автобуса, поставил туда троллейбусные верицы, троллейбусные... Нет, вот здесь, как сказать, попроще контроллер. Короче говоря, вот эта штука, которая задает скорость врачей двигателя, опять же я серьезно прощаю. Вот. Причем сделано это было для нас в своем энтузиазме, силами управления, без какой-то господдержки, господсфинансирования. В 32-м году эта идея появилась и начала реализовываться. В 33-м году этот троллейбус поехал. Была построена небольшая троллейбусная экспериментальная линия. Ну а дальше он не получил путем ту жизнь просто потому, что к этому времени другие люди разработали вот тот самый троллейбус ЛК. Ну вот этот троллейбус Соболева и Доросток Матонок, это был первый советский троллейбус, по крайней мере, по времени производства. Очень интересно было устроен у него тракослен, это вот кто вообще на электричество берет. Он мог ехать как троллейбус, то есть двумя штангами по проводам, а мог ехать как трамвай. Тогда у него снизу спускался ролик, который катился по одному из лицов, а штанга была только одна. Ну, такое вот интересное тоже было нововведение. Но, повторюсь, этот троллейбус только остался опытным образцом, в серии не пошел, но тем не менее, именно он стал первым троллейбусом на территории нашей страны. Вообще, я бы сказал, что развитие троллейбуса, оно в какой-то мере связано с благоустройством советской Москвы. Дело в том, что, конечно, первым видом транспорта, безусловно, был трамвай, рельсы клались по тем самым булыжным наставам. Вот, и, в общем, к чему-либо другому, ухаженному правилу, который был на своей лице, в проекте там с большой скоростью и перевезти при этом достаточное количество людей еще не развалится, при этом было достаточно сложно. А вот 30-е годы это реконструкция магистрали, это приход асфальта на дороге. И стало гораздо интереснее. С точки зрения электро-транспорта, это как раз возможность ездить не только по рельсам без тряски, без репраций, но и по асфальту. Вот, можно сказать, что такая косвенная причина возникновения троллейбуса. Вот здесь, собственно говоря, в улице помещает Литровка. Вот видно, что вот где идут люди, перед ними заканчивается асфальт, а дальше идет вот та самая ближняя наставаль, у которой, конечно же, что тормозные переговоры проезти не могли. Ну, вот он, наконец-то наш с вами троллейбус номер 2, который должен был открыть движение по Литнградскому шоссе, но не получилось. Троллейбус был наставим. Ну, честно скажу, почему. Троллейбус был изготовлен в совместных местах на заводах. Это Горославский автозавод, который сделал шасси-копидемную часть. Это ЗИС, который сделал позыв. Это завод Динамо, который сделал электрооборудование для него. И собралось это все на сфальт. Было два троллейбуса. Вот мы видим, у него под номером 1 такая тобычка. На ней написано, что это подарок городу от рабочих, инженеров и так далее, и так далее. Вот этих всех перечисленных заводов. Но троллейбус-манин вышло в Неубиаско. Они приехали 4 ноября. Вот здесь выводят. Это был даже еще не первый троллейбусный парк. Это было немного другое место в Москве. Тоже недалеко от метро Сокол, но это гораздо ближе, чем нижняя площадка. Это был построен гараж. Начались прокатки. Началось отключение водителей. И в какой-то момент под троллейбусом номер 1 просто провалился пол. Он выпал куда-то в подвал. Естественно, поломался. Но надо было оттуда доставать. И противодвижение открывал неон на троллейбус номер 2. Сборкатор номер 2. Машины были... Ну, конечно, рама была металлическая, вполне отличная. Читично сварная. Но кузово были деревянные. Истоколы 3. Ну, так же в этом. Такими они были. Окрашивался троллейбус тоже очень красиво. Он был синим. То есть, мы вот помним, все троллейбусы гораздо более поздних времен. Но именно белка тоже были синими. С такой жёлтой кремовой обморкой. Состоятельно формированы металлированными деталями. Ну, то есть, действительно, такой передовой вид транспорта. Длее у него было двери. Передний открывал водитель. Сам в руках никакой гигматики не было. Особенно, либо сами сошлили, либо ходу крысам. Там, как разовался, где-то недалеко. И это последовало уже двух проводов с штангами. Но штанги были не скользящие, как у современных правиловцев. А с хотящимися роликами про вода. Тоже такой интересный момент. Его ушли только к концу 30-х годов. Ну, так вот, выглядел этот троллейбус на чертежах. Можно представить себе какой-то немножко черно-белый. Тут получилось снова синее. Это тёмное. А, соответственно, это же другой цвет. Планировка салона тоже видно. Вот. И именно троллейбус номер два, где получились водители. И именно он, 15 ноября 1933 года, открыл движение по вот этому самому маршруту. Внизу от Тверской заставы. А вот со второй конечной. Есть разногласия. Да, вот ещё раз. Это всего-то видела. Театральная площадь. А вторая конечная находилась вот здесь. То есть, если мы присмотримся, там точечка помечена. Вот какая-то трасса. Это и есть трасса того самого первого маршрута. Он шёл не до метро Сокол, как принято писать. Ну, либо метро Сокол, либо Севсельсвятский. Он шёл чем дальше. Он шёл на пересечении Волковановского шоссе с Московской окружной железной дорогой. То есть, это там, если честно, начинается улица Франтина Царёва. Вот там была конечная. Там стоял вот такой вот деревянный павильончик. Он виден за троллейбусом. Вот так вот выглядел первый троллейбус на ночной Москве. Интересно, очень написано. Вверху троллейбуса это сразу следует. То есть, вот на топливе, если присмотреться, там какие-то буквы есть. А вот так вот это выглядело на самом троллейбусе. Здесь, правда, уже несколько позже позже снимок. То есть, это не 1933 год. Есть ещё уже ключицы по улице. Вот по Ленинградской шоссе окружная железная дорога. Вот такой вот этот маршрут. И вот так вот выглядела конечная окружная железная дорога. Вот так выглядело Волковановское шоссе. Как раз около моста. И вот за часами мы видим такие вот чёрточки с проводами. Это как раз первое троллейбусное кольцо Москвы. Одна из двух железных конечных маршрут троллейбуса. И вот так вот выглядело в те годы. Развил как Балакаланский и Красный фоссе. И далекие едет. Ещё один первый троллейбус. Толлейбус ЕТП-1. Тоже из тех же цемьерных кабелков из середины 30-х. Строился он уже в Ярославке. Ростовским автозаводом. Также был в основном для деревянных. Но уже несколько более технически продвинутым. Две троллейбусные двери открывались. Они уже принимались. И тормоз тоже был пневматическим. Да, отопление было сразу и в МК, и в троллейбусе ЕТП. Ну, то есть вполне для своих лет нормальная современная машина. Вот это курс из Питера. Это троллейбус ЕТП-1 из Петербурга. На последнем, на данный момент, хотел бы верить, по крайней мере, в этой параде московских троллейбусов в 2016 году. Вот можно, по крайней мере, в Питере посмотреть, как это всё выглядело. А вот так выглядело Ленинградское шоссе в 1939 году. Вот здесь уже недалеко у нас метро Сокол, но самого метро ещё нет. Дальше вот ещё несколько видов. Едет троллейбус. Да, троллейбус ЛК-2. Первое время работал вообще один. Проходил он маршрут длиной семь с половиной километров от Тверской заставы до окружной железнодороги. Ну, приблизительно за 30 минут. Но потом уже к нему стали добавляться другие машины. Машина ЛК-2. Внешне достаточно похожая на него. И вот так вот выглядела эта первая троллейбусная линия в Москве. Очень интересные кадры. Военные. 1941 год. Немцы рядом с Москвой. И вот смотрите. Люди провожают колонну танков, которая идёт на фронт танки КВ. А вот над ними не очень хорошо видно. Прямо вот практически над головой у человека две тоненькие ниточки троллейбусные провода. Есть более интересный снимок. Я его как раз специально поставил вторым. Вот так. Это та же танковая колонна, но только уже не сзади снятая, а спереди. И рядом с ней, параллельно с ней, в сторону центра Москвы едет троллейбус ЕТБ. А дело в том, что троллейбусы действительно вывезли на себе очень многие военные перевозки. Грузовики, понятно. Всё, что было, ушло на фронт. Автобусы, в общем, тоже. Трамваи работали. И, конечно, они перевозили людей. Но, по крайней мере, в центре города там трамвайную сеть уже несколько прорезить успели. Основная нагрузка по перевозке всего легла именно на троллейбусы. Потом будет ещё несколько снимков троллейбусов в военную Москву, военных времён в Москве. Но вот этот снимок, это, конечно, что-то совершенно замечательное. И большое спасибо вот тому неизвестному фотографу, который сделал этот кадр зима 1941-1942 года. Затем возник вопрос, что-то надо делать дальше с троллейбусом. Надо увеличивать вместимость, увеличивать комфорт. И были куплены два английских троллейбуса. Один менее известный. Вот он на фотографии. Трёхвостная машина. Но, конечно, легенды Москвы на многие годы, хотя их было всего-то ничего, стали вот эти троллейбусы фирмы English Electric Company. Такие вот двухэтажные троллейбусы. Это, опять же, результат работы Никиты Сергеевича Хрущева.